всем доброе-предоброе утро насморк меня не покидает зараза такой я вчера потеряла вкус запах вообще у меня теперь все вкусно и без запаха очень неприятная ситуация но никуда от этого не денешься вообще не люблю насморк вот именно поэтому приходит такой день когда ничего не чувствуешь я сейчас хочу позавтракать наверное сделаю яичницу и не сделаю еще не знаю что я хочу позавтракать холодильники чего только нету и поставлю сейчас варится бульон кстати надо достать кость не кости а набор такой специально для бульона очень удобно кстати покупать здесь все есть и вот это испанский бульон будет и кости и мясо видите говядина в общем все есть для классного вкусного бульона ну естественно кроме овощей лук морковка перец в мультиварке все буду варить приготовила две сковородки буду блинчики делать на две сковородки и наверное замешу тесто уже на блинчики рецепт у меня кстати есть на канале блинчики делалось на кипятке и на кефире с кипятком вот такие вот ажурные вкусные такие дела пока не знаю буду думать то ли яичницу то ли еще что еще мне нужно подарки раз разложить пакет 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 это не пакет это тут мешок целый да моя рыба и вот с ним тоже погулять надо я вчера кстати прилетела вот это вот с пакетиками штучку посмотрим выгулим но сид сид тумба 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 так смотрите типа лежит альта мой блин стоя даже стоит да вот так вот но зато у меня кроме насморка ничего больше нет сейчас еще лекарство выпью в общем да буду думать куда подарки разложу немножко пропылесосе но немножко потому что после того как все уйдут у нас тут такая грязюка будет что что надо будет убираться уже конкретно потому что к нам придут родственники человек 25 наверное 30 дурдом на выезде к нам приходят как бы родственники но не сразу столько народу постепенно как бы поэтому а чтоб все вместе вот так один раз в год всего и этого достаточно центр города пустой правда время еще десяти нет но смотрите какая пустота сегодня выходной сегодня сейчас люди проснутся будут ходить друг друга в гости за подарками а мы вот гуляем к нам вечером придут оно лучше будет время для подготовки вообще эта улица очень оживленная сейчас вообще ничего никого нет прикольно все спят только я одна не сплю я хотела сегодня поспать но встала в 7 утра представляете закрыла жалюзи думала что когда я жалюзи не сплю закрытыми мне все время кажется что я уже долго сплю что уже давно на улице светло я вот все сплю 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 и вот сегодня такой же был случай я закрыла жалюзи не для того чтобы солнце не впадал а для того чтобы потеплее было и вот я что-то думаю блин все я уже устала спать надо вставать открываю жалюзи а на улице темнота и думаю нифига себе это как время 7 думаю на все сна уже не было как рукой снята я почему-то выспалась вот хотя легла где-то в час в два не знаю где-то так ну выспалась думаю чё полежу в этом в интернете полазию смотрите там вот у нас есть не кафешка а чуррос делают чуррос это за такое как заварное тесто и потом его обжаривают в масле но много раз видели я завтракал и шоколадами едят там вот чуририя есть такая чуририя чур о открыт аптека наверное это такая де гвардия то есть ну в городе всегда должна быть одна аптека открыта его и вот по этой улице вчера тоже короли шли мы вон там были смотрела вам показываю все видите даже машине сейчас вот но есть напоминание о том что здесь проходило какое-то торжество фантики а так чтобы осуне смотрите какая очередь за этими чурами идите все с утра хотят их полопать так как говорится типику испании сейчас все купят пойдут домой своих родственников кормить надо же иметь такое огромное желание что это с ним чтобы чтобы поесть чур раз мы бы стояли в такой очереди для того чтобы позавтракать у меня бы терпения не хватило точно я бы я бы не стоял и не ждала его мужа послала чарли завтрак кушает травку вкусную в россии там его отвлекают что-то походу кому-то плохо стало скорая приехала что-то там не видно что-то делают уколы какие-то и что непонятные может может быть просто бомжарик какой-нибудь даже не знаю у молодого человека по моему перепел и он там как-то не очень себя адекватно ведет не дается чтобы ему там что-то сделали и всех чуть ли не посылает нафиг так вот белочка белочка я уже дома но прикол рассказать блинчики то кефир купила яйца дали а муки то вот сколько хрен да маленько пойду на заправку у нас заправки при заправках всегда есть какие магазины и вот таких случаях пойду куплю муку муку а я еще гуляю с чарли думаю блин мне кажется у меня муки нету думаю да есть я сейчас ничего не делаю но вот ничего не делаю и не купила твою дивизию пошла за мукой до заправки не дошла в общем была булочная открыта представляете продают там все кроме муки странно очень странно пошла чуть подальше вспомнила что марокканские магазины которые продают фрукты и все на свете открыты всегда воскресенье понедельник им без разницы они работают зашла говорю есть мука он говорит есть и вот купила муку правда не знаю что это за мука ну как блин вот я маруся в общем сейчас замешу и пускай отдыхает тесто и жарко мне все спина сырая у нас как всегда дискотека у соседей но песни такие у него хорошие играют мне нравится бульончик варится осталось 40 минут но может быть еще больше посмотрим потом говядина долго варится поэтому пахнет вы уже не представляете как это пахнет обожаю испанский бульон он отличается тем что там кладут кости специальные кости и еще от хамона кость тоже некоторые знаете кто не умеет варить делает это очень вкусно слышать а я буду блинчики делать у вас тоже такой беспорядок когда вы делаете блинчики в общем одна порция готова я делала в роботе там все смешала очень удобно попробую сейчас пускай постоит потому что на теплое еще как раз бульон доварится вот и испеку вот эти вот посмотрю что почем и как и и потом примусь за остальное так и вот дела у меня кулинарный влог да а батьки лают что еще мне нужно делать пойду подарки расставлять а 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 в прошлом году у меня там стояла елка и все подарки были под елкой ну сейчас тоже елка стоит все подарки под елкой у меня еще конфеты помните я привозила с россии целый чемодан они не тронуты мне нужно сейчас их расфасовать по пакетикам 414 пакетикам 414 пакетиков должно получиться вот и тоже сюда их положу пакет вот этот большой не выбрасываю потому что туда падут все это все эти обертки так как все игрушки ну здесь в основном игрушки парфюм вот все это все обертки остаются здесь но я вам покажу как у меня потом будет разгром вот поэтому поэтому да вот так что время у нас 12 конфеты сфасовать знаете что главное в фасовании конфет не начать их пожирать это очень сложно для меня как говорится как это сказать то в общем нелегко будет мне их фасовать их надо сначала смешать я кое-кому же подарила в общем да надо кое-как смешать и расфасовать в общем жарить буду на двух сковородках посмотрим что получится так что и Продолжение следует... Продолжение следует... Обязательно на завтрак. А сегодня блинчиком нельзя. Так что я поехала жарить. Стекло запотело. Запотело стекло. Я уже вторую порцию намесила. Это уже почти дожарила. Забыла налить на сковородку. Столько блинов нажарила. Для меня это очень много. Это пипец. Потому что она там тоже глубокая. Надеюсь хватит. Я уже до сих пор их жарить надоела. И посуду мыть. Всю посуду тоже перемыла. Супчик вот сварила. С китайской вермишелью. Сейчас пойду... Ну вот ножницы потеряла. А вон они. Лучка зеленого срежу на огород. И вам заодно покажу. Ой блин, какое внутреннее это дело. Жарить блины. Скажу я вам. Еще в таких количествах. Я обычно себе сделаю наполнитель кефира. И мне зашибись. А тут я не знаю даже сколько кефира у меня ушло. Уже и счет потеряла. Надо сейчас белье снять. Но висит. И мой огородик. Смотрите как у меня уже выросла. Эти... Капусточка. Вот. В общем все растет. Растет и процветает. Так это сейчас сниму. Белье. А другое поставлю стираться. В общем вот так выглядит все до прихода. Бои блины. Сейчас еще шоколад сделаю. Раз это растоплю в микроволновке шоколадную пасту. Поставлю тарелки. Вот так все кулюторно. Кулюторно, прикулюторно. А потом после будет. Убрала все свои кактусы, все цветы. Потому что, чтобы они не оказались на полу. Нечаянно так. Вот. Поэтому до закапы невозможно. Ой, а цветок как у меня вписался. Ну все, цветы уже подыхают. Вот эти цветы рождественские. Они... Ну вот рождественские. Они есть рождественские. Потому что все, они уже им... Капец пришел. Вот. Вообще дышать не могу. Так что вот такие вот у нас планы. Пока есть время... Вот где есть? У меня топлив нос-то. Есть время отдохнуть. Пойду... Хотя, какой отдохнуть? Пойду вешать белье и снимать заодно. В общем, нет времени на отдых. Чай сделала вот. Но он уже, наверное, холодный. Блин. И носок. Ну вот. Гости ушли. Это вот. После гостей у меня. Квартира. Это еще чисто. Это еще нормально. Вот так вот. Все липкое. Да, Чарли? Двое еще не пришли. Все липкое. Мне подарили вот такие сережки. Да. И еще что-то. Ну, разбили по дому. Вот такие сережки. В общем, да. Разруха еще там. Сейчас буду убираться. Блинчиков всем хватило. Даже осталось. Но я им все с собой дала. Даже с шоколадной пастой. Это все. Муж говорит, вот это выброси. Я говорю, выброси это. Говорит, вот еще. Я утром позавтракаю. Потому что я не хочу ничего этого. Ну, понятно, да. И конфетки все поели. Говорят, вкусные. Им очень понравились наши русские конфеты. Но не ели. Не первый год. Не первый год. Поэтому все есть. В общем, да. Полы уже везде помыла. Потому что ходишь. И все везде липнет. Вот так вот все липнет. Потому что дети конфеты. Все падает у них. Ой. Чарли там у меня в комнате начал скулить. Но он, когда много народа, он теряется. Не знает, куда бежать. И, в общем, писает от счастья, скажем так, на кого-нибудь. И поэтому он закрыт у меня всегда сидит. Ну, один раз в год на кровати, в спальне, на своей. Ничего страшного. В общем, вот так вот наш день. Ой, мне сейчас пойду в спортзал записаться, зарезервировать классы. А вам всего самого лучшего. Попью чаю. У меня опять кашель. Приступ к кашлям начался. Прям вот этот вот когда горло дерет. У меня всегда, когда я заканчиваю болеть, начинается все ангина, потом насморк и заканчивается кашлем. И мне прям как раз все стоят. А у меня, знаете, когда слез вот так кашляют, я сюда вот пришла на кухню. Как говорится, отчихалась. Они мне давали лекарства все давать. Вот. А мне нужно всего лишь навсего какую-нибудь конфетку мятную пососать. Ну, ладно. И с этим справимся. Еще раз всех вас с Рождеством. Кстати, один родственник, у него друг украинец. И он каждый год идет ужинать с ними. Вот после нас идет к ним на ужин. И они говорят, нам так еда нравится их. И роллы делают. И, ну, в общем, перечисляют всю еду, которую мы накрываем на стол. Ну, это естественно, да. Они украинцы, ну, какая разница, украинцы и русские. В общем, стол-то везде одинаковый. И вот им очень нравится наша еда. Поэтому они мне все время рассказывают, как все это вкусно. Вот такие дела. Ладно. Всего вам самого наилучшего. А я пошла пить чай. Опять с медом, с лимоном, с имбирем. И смотреть какой-нибудь фильм. Встретимся с вами завтра. До встречи всем. Пока!